Конкретика, зафиксированная на Азербайджан и армянских переговорах в Брюсселе, вынудила Россию резко активизировать попытки наверстать упущенное. Спустя менее недели после сегодняшнего министерского раунда Москва готовится принять трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщил премьер-министр Армении, отметив, что уже принял предложение российской стороны. По словам Пашиняна, переговоры с президентами Азербайджана и России запланированы на 25 мая. Процесс переговоров по нормализации отношений между Баку и Ряваном вступил в этап, когда ключевую роль играет не столько количество встреч, сколько их качество. Динамика бесспорно важна, но сегодня куда более значима продуктивность. То есть с каждым новым раундом переговоры должны неуклонно и осязаемо приближаться к финалу. В этом отношении брюссельская площадка убедительно продемонстрировала свою эффективность. На последней встрече лидеров Азербайджана и Армении был достигнут прогресс по краеугольному элементу мирной повестки. Армения в цифрах подтвердила отсутствие каких-либо вопросов к суверенитету Баку над Карабахом. Для сохранения конкурентоспособности в своеобразной гонке формата в Москве придется сделать весомый ответный ход. Набившие оскомину ссылкой на авторские права тут уже не отделаться. Время показало, что достигнутые при участии России договоренности вполне успешно развиваются за ее пределами. Более того, российские постконфликтные инициативы откровенно уступают альтернативным в плане обоюдной приемлемости для Азербайджана и Армении. Москва предлагала сторонам заключить мирное соглашение, оставив при этом на потом решение так называемого вопроса статуса Карабаха. И Реван предсказуемо поддержал российское предложение, в то время как Баку решительно его забраковал. Однако мирный процесс вовсе не уткнулся в неизбежный, казалось бы, тупик. На переговорах под эгидой Евросоюза стороны вышли на важнейшую договоренность о взаимной приверженности Алматинской декларации от 1991 года. Это означает, что вопрос статуса Карабаха окончательно изъят из повестки Армении за очевидной абсурдностью в свете зафиксированного консенсуса. В итоге России пришлось признать, что ее предложение утеряло какую-либо актуальность. Пашинян оказался более сговорчив, чем того ожидали в Москве. И это качество армянского премьера раскрылось именно за пределами России, что, конечно же, никак нельзя занести ей в актив. Напротив, совершенно ясно, что позиции Москвы в плане влияния на процессы в регионе существенно подорваны. Пашинян дает понять, что Армения серьезно настроена покинуть российскую орбиту. В адрес Москвы звучат претензии, позволяющие констатировать глубочайший кризис в двусторонних отношениях. Армения недовольна миротворческой миссией России в Карабахе, инкриминируя ей чрезмерную и якобы неуместную осторожность и пассивность. Кроме того, Ирован открыто обвиняет Москву в невыполнении союзнических обязательств в контексте армяно-азербайджанского пограничного противостояния. Вдобавок ко всему, Армения публично ставит под сомнение договороспособность России в вопросе согласованных поставок вооружения. Иными словами, сегодня даже самый оголтелый оптимист не рискнет назвать Армению форпостом России на Южном Кавказе. Что именно намерена предпринять Москва для сохранения своих позиций в регионе, доподлинно неизвестно. В то же время некоторые тревожные симптомы все же проглядываются. Причем проглядываются в Карабахе, где временно дислоцирован российский военный контингент. На фоне подвижек в диалоге между Ированом и Баку заметно оживился вчерашний россиянин Рубен Варданян. Какое-то время после потери позиций в преступной сепаратистской иерархии он держался в тени. Однако с недавних пор этот засланный в Карабах провокатор вновь запрыгнул на авансцену. По инициативе Варданяна учреждено так называемое общественное движение под характерной вывеской «Фронт безопасности и развития Карабаха». Накануне Варданян представил задачи своей новой конторы. По его словам, главная цель заключается в бескомпромиссной борьбе за независимость Карабаха. Причем направления этой борьбы намечены самые разные, включая оказание военного сопротивления. Варданян отметил, что позиция правительства Армении неприемлема для мифического народа Карабаха и потому приниматься в расчет не будет. Параллельно Варданян лоббирует инициативу о создании в Карабахе так называемого Государственного комитета обороны. На манер того, что координировал преступные действия карабахских сепаратистов в 90-е годы. Все это означает, что в зоне временной дислокации российских миротворцев затевается масштабная авантюра с долгосрочными целями. С какими именно, достаточно прозрачно пояснил тот же Варданян, прилюдно заверив, что российские военные не покинут Карабах по истечении срока своей миссии. Полагаю, было бы крайне наивно считать, что транслируемые Варданяном тезисы являются плодом его собственного сочинения. КОНЕЦ КОНЕЦ